Оппозиционный блок Победы, основанный беглым олигархом Илоном Шором, представил кандидата на пост президента Молдовы. Формирование выдвинуло депутата Василия Болю. Он уже подал документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию. В случае Победы на выборы Боля пообещал восстановить отношения с СНГ и Евразийским экономическим союзом, а также вернуть русскому языку официальный статус в Молдове. Нам предстоит решить важную задачу в ближайший период. Прежде всего, речь идет о восстановлении отношений с нашими традиционными партнерами, с нашими старыми друзьями, такими как Российская Федерация, Беларусь и другие страны-члены СНГ. Главой предвыборного штаба Боли является Марина Таубер, которая проходит по нескольким уголовным делам. Она также является приближенным человеком беглого олигарха Илона Шора. Напомним, что до лета 2023 года Василий Боля входил в партию социалистов, затем покинул ее и перешел в формирование возрождения под контрольное Шору. Боля открыто поддерживает режим Кремля. 16 июня он пришел на заседание парламента в футболке с надписью «Команда Путина». До сих пор о намерении баллотироваться в президенты заявили 14 кандидатов. Среди них действующая глава государства Майя Санду, бывший премьер Влад Филат, председатель партии развития и объединения Молдовы Ион Кику, лидер нашей партии Рената Усатый, экс-председатель платформы Да Андрей Анастасия, бывший генпрокурор Александр Стояногла, экс-башкан Гагаузи Ирина Влах, журналистка Наталья Марарь и бывший прокурор по борьбе с коррупцией Виктория Фортуна. Среди претендентов также значатся зампредседателя Альянса либералов и демократов за Европу Штефан Савицкий, бывший премьер Василий Тарлев и экс-глава Министерства обороны Валерий Уплешко. Президентские выборы пройдут 20 октября одновременно с республиканским референдумом о вступлении Молдовы в Евросоюз.